Прыгающие рыбы Примечательно, что большую часть жизни они проводят на суше. Эти создания имеют жабры, с помощью которых дышат. Но как же рыба может ходить, лазить, прыгать и даже дышать вне воды? На сегодняшний день существует около 35 видов иллистых прыгунов. Эти поразительные создания, принадлежащие к семейству бычковых, обитают в Африке, Австралии, Азии, а также на островах Тонго и Самоа. Живут эти рыбы исключительно в приливно-отливной зоне, причем избегают участков побережья, где сильно бьют волны. Чаще всего их можно встретить на берегах мелководных лиманов, в мангровых зарослях и болотистых устьях рек. На первый взгляд, внешность листых прыгунов может показаться заурядной. Но если присмотреться повнимательнее, то у них найдется немало уникальных черт. Во-первых, это их глазки. Они, словно перископ подводной лодки, позволяют обозревать поверхность водоема из-под воды. Кажется, что их глаза то вылезают из орбит, то возвращаются на место. Прыгуны способны утапливать свои глаза сразу вместе или поочередно, прикрывая их специальной кожистой складкой. Можно сказать, что прыгуны – это единственные из всех рыб, которые умеют моргать. Во-вторых, голова рыбы выглядит смешно из-за массивной верхней губы и объемистых жаберных крышек. Именно этот секрет илистых прыгунов дает им возможность долгое время находиться вне водоема. Перед тем, как покинуть родную нору, рыба набирает в рот воду, а затем плотно прижимает жаберные крышки к телу. Под ними сохраняется некоторое количество влаги, не позволяющей жабрам высохнуть и слипнуться. Периодически прыгун погружается в воду и обновляет ее запасы под жаберными крышками. В-третьих, хвостовой стебель прыгунов способен подгибаться по туловище. При резком выпрямлении он действует как пружина, выталкивая прыгуна вверх в среднем на 30-40 см. Их грудные плавники тоже необычные. С их помощью прыгуны передвигаются над заелиной поверхностью, что очень похоже на то, как человек передвигается с помощью костылей. А еще иллистые прыгуны – опытные строители. Своими плавниками, словно лопатами, они роют в иле норы. Специфическая среда обитания – вязкий ил – затрудняет их размножение. Поэтому оплодотворение у этих рыб внутреннее. Самка приклеивает уже оплодотворенные икринки к стенкам заранее подготовленного жилища. Оно представляет собой камеру, вырытую в толще грунта и соединенную с поверхностью несколькими ходами. Именно из этих норок и выглядывают рыбки во время отлива. Ходы выполняют двойную функцию – обеспечивают рыбам беспрепятственный доступ к кладке и аэрируют бедный кислородом ил. Помимо этого, родители часто приносят во рту пузырьки воздуха и прикрепляют их к стенкам камеры. Это способствует усилению аэрации. Самец и самка охраняют кладку по очереди. Если вам когда-нибудь случится побывать в местах, где обитают эти рыбы и увидеть иллистые отмели, то попробуйте понаблюдать за этими необычными акробатами. Тогда вы тоже сможете сказать, что видели, как рыбы ходят. На этом все. Спасибо всем, кто смотрел видео до конца. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!